Мы приближаемся к финалу, и задачи становятся сложнее. В следующий нам придется повозиться с гиперболическим косинусом. Спасибо Амазону за это. Кабель длиной 80 метров провисает между двумя столбами высотой 50 метров каждый. Чему равно расстояние между столбами, если середина кабеля находится на высоте 20 метров над землей? Первый случай. Второй — 10 метров над землей. Ой, так второй пункт, он пустой. Что значит пустой? Ну, потому что, смотри, значит, вот два столба, вот наш провод. Вот здесь 10, здесь по 50, то есть уже вот это плюс это 40, 80. А у тебя должна вот так висеть, ну, понятно, что это больше, чем 40, а это тоже больше, чем 40. То есть единственное решение — это, я прошу прощения, в одном месте просто два столба, и с ним туда вот так вот 40 метров и все. Второй пункт — это наколка просто в стиле друг чекиста. Первый, я прошу формулу, я не помню ее. Это так называемая формула цепной линии или catenary equation. Знать ее наизусть проблематично. Можно вывести минут за 10, но сейчас мы на это не будем тратить время. Значит, эта формула задает цепную линию. Так, что такое косинус? Сейчас я нарисую кое-что. Кошинус и шинус — это параметризация параболы с помощью координат. Соответственно, если мы подставляем х равно нулю, давай посмотрим, что это будет. у равно нулю, вот, потому что при х равно нулю, кошинус равен единице, значит, а минус а равно нулю. А дальше эта штука больше единиц, поэтому начинает расти. То есть в нашей ситуации нам надо вот так поставить систему координат для этого, чтобы увидеть именно этот график. Теперь надо подставить, что у нас имеется, да, что, ладно, пусть это 2х, да, потом умножим на 2. То есть х-ом будем вот это искать, это, ну, неважно, потом умножим на 2. То есть мне нужно найти вот это расстояние. Удвоенное х будет расстояние между столбами. Так, и у нас есть формула, что, так, а на кошинус х делить на минус а равно 30, то есть равно 30 плюс а. Формула гиперболы, да? Разница квадратов равна единице. Что-то мне не хватает чего-то. А-а-а! Мне не хватает! Я знаю, что вот это 40 метров же. 40 метров это длина вот этой кривой. Ну, то есть я сошту информации предостаточно. А можно я решу приблизительно? Можно. Я, честно говоря, ну, я понимаю, как решать точно, как это делать. Нужно выразить длину, вот, ну, как бы, длина этой кривой. Там производная от кошинуса, это шинус, там будет, как бы, формула некоторая для длины. Но это будут уже интегралы. Я, честно говоря, не хочу брать интегралы. Если это 30, значит, тогда была бы, если это 40, это значит, значит, если так, то вот это уже 30 корней из двух, что больше 40, тем более это больше 40. Значит, это не может быть 30, это меньше. 25, давай поставим. 625, 1500. Корешок, это меньше 40, все еще меньше 40. 20, это 1300, корень из 1300, это 35. И это уже не похоже, не дотянет до 40. Так, короче, я вангую, что это между 20 и 25 метров. Соответственно, вся длина между 40 и 50. Это мой приблизительный ответ. А интегралы неохота брать просто. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...